Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Проповедь из книги Лапкин Игнатий Тихонович, открытым оком, том 9. Он прощает. Давид писал чудные песни о своих переживаниях и восхвалял Бога Израилева и Иегову. Сохранилось 150 псалмов, может их было больше, но в этой беготне по горам он многое мог и потерять. Сегодня мы 102-й псалом читаем. Благослови душа моя Господа, это мы уже разобрали, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай все благодеяния Его. На прошлом богослужении мы разобрали, что означает благодеяние. Далее. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Он прощает все беззакония Твои. Кажется, это так просто. Мы так к этому привыкли, повторяя Иисусову молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И как же не помиловать меня, если я проговорил тысячу раз эту краткую молитву на память почетком. Вроде бы как за мое бормотание этого, Господи помилуй, Бог просто обязан простить меня, помиловать меня. Я же и читаю эту, Господи помилуй, на манер заклинания, так как заранее знаю, что мне это поможет. Потому что я все же сказал, я не таков, как прочие, которые за стол садятся, лба не перекрестят. Я другой. Я же весь из этой молитвы состою, Господи помилуй. То есть, настолько намоленный, что заранее предполагаю, что, конечно же, я помилованный буду. Почему? Да так. Я же говорил. А Бог обязан был слушать и миловать. Такое мнение у миллионов людей на земле. Думаю, и утопают в грехах, и в жутком неведении, что Бог просто так ни одного греха никому никогда не простил и не может простить. Иначе это будет вопреки Его сущности, Его свойств справедливости. Мы же привыкли думать, что Он же не может не прощать. Он же для того и есть, чтобы только миловать меня днем и ночью. Миловать еще не обсохшего от греха и навостряющего лыжи на новые греховные подвиги. Он же милующий. Это Его обязанность миловать меня повсечасно. А за этим стоит история человечества. Бог сотворил человека из тела и души. Тело мы видим, а душу некоторые даже отрицают. Есть такие богохульники, которые приравнивают человека к скотине. Умер, лопух на могиле вырос, и ничего больше нет. И не ожидается. В действительности же дело обстоит не так. Бог сказал еще в раю. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. Но он же остался живой, говорят. Адам-то, когда вкусил, не умер. Телом, да, а душой умер. И вот эта смерть переходит теперь в детей. Апостол Павел говорит. В Адаме все умирают. Ребенок только еще зачатый в утробе. А уже смерть приближается к нему. Почему? Из Слова Божия нам сигналят маяками несколько мест, которые просвещают нашу тьму. Неведение законов Божьих. Псалом 50, стих 7. Вот я в беззаконе и зачат, и во грехе родила меня мать моя. Иов. 14.4. Кто родится чистым от нечистого? Не один. Римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Смерть уже в ребенке сидит. Он только что рожден. Ребенок растет, а смерть стоит рядом. Насчитывают в человеке 320 миллиардов клеток. И каждая клеточка кричит «хочу жить». Уже умирающий человек еще тянет на себя кислородную подушку. Псалмопевец Давид говорит так. Бог прощает себе закония твои. Адам понимал сложность своего положения, безвыходность, неизбежность, победы, смерть над ним. Бог изгнал его из рая, но не прогнал его в Аргентину или Австралию, а оставил напротив райских дверей, чтобы больше казнился, говорит Златоуст. Бытие 3.24. И изгнал Адама и поставил на востоке усадоедемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Смотрел и вспоминал о безопасной сытой жизни в раю. А вот теперь волки воют, опять холодную ночью, а там в раю ничего этого не было. Тут заколото, тут давит, тут горло подкатывает, а там ничего этого не было. Грех породил болезнь, предвестницу смерти. И Адам все время смотрел туда и думал, что я потерял, что я наделал. Откровение 2.7. Имеющие уходы слышат, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Кто-то может сказать, откуда вы эти слова берете, что Адам так думал. Нигде же в Библии это не написано, и потому не нужно прибавлять к словам его, чтобы не оказаться лжецом. Притча 36. Не прибавляя к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Да, и мы об Адаме так думаем. А как он бы мог так не думать? Третье езды 7.48. О, что сделал ты, Адам, когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим. Когда рождается первый человек Каин, Ева сразу же называет его своим спасителем. Бытие 4.1. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Но оказалось в дальнейшем, что этот ребенок вовсе и не от Господа, а от врага народился. 1 Иоанна 3.12. Каин, который был от лукавого, и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Радость Евы была преждевременной, ибо убийца родился. Поэтому, когда родители говорят, моя жизнь, соль жизни в детях моих, в кровиночках ненаглядных, вот я детей воспитаю. Я говорю таким, что это самое горькое и длительное вызовет в вас раскаяние. Ты в этом жестоко просчитаешься, не в детях полагая спасение, благополучие свою и радость, а во Христе, и чтобы дети были во Христе. Оглядываясь назад, вспоминаю людей государственных, которые говорят, сожалея, что теперь в России у нас нет национальной идеи, которая объединила во всех людей. За Родину, за Сталина, а вот сейчас такой идеи нет, и поэтому так плохо живем. Я говорю им, что та идея была ложной, поэтому умерло то государство. Я для себя вывел иное, и всем хочу сказать, что лучше этой идеи нет. Дети, воспитанные во Христе. Про себя повторите это. Национальная идея, которая нас объединит. Дети, воспитанные во Христе. На этой идее их легко воспитывать. Это будут твои кормильцы. Тогда только дети будут продолжители дела. Будут очень хорошие судьи, прекрасные священники, архиереи. Если ребенок растет смелый и сильный, но неверующий, то это головорез растет. Это выкармливается на убой бандит. Если девчушка растет красивая, но неверующая, то красота ее не на пользу ей. Притча 11.22. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Ты видел, как свинья копает навоз носом своим? Если золото будет где-то кольцом в ее нос пятак, то такая польза ей от золота, неоцененного ею. Она не понимает этого. Потому красотой дурно воспользуется. Давид говорит так. Он прощает все беззакония твои. Как? Человек искал ответ на это пять с половиной тысяч лет. Первый начинает приближаться к этой цели Авель. Он берет ягненка и приносит его в жертву. Зарезать, положить на дрова и сжечь. Почему он так сделал? Я ответа нигде не нашел. Что-то у него было, тревожащая совесть его, что кто-то должен ответить за это беззаконие, разделяющее меня с моим Богом. Что отвратило Бога от меня? Конечно же, за меня не хотел ягненок умирать. Он безгласный. Надо было добровольно, чтобы кто-то взял вину на себя за меня, за мой грех. Когда Бог дает закон людям через Моисея, приближая эту нацию, избранный Божий народ к себе, это евреи. И дает закон, чтобы люди могли приносить жертву. И перечисляет, какие животные приносились во всесожжении. Чистое животное, чистая птица. Какие? У которых есть жвачка и раздвоенная копыта. А остальные нечистые. Как нечистые? Разве Бог сотворил нечистых? Нет. Он не творил нечистые. Ибо для Бога все его творение чистое. Бытие 1.31. И увидел Бог, что все... И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Иоанн Златоуст говорит, что Бог специально дал такой закон. Так сделал, чтобы выйти из Египта, они по неволе резали быков. У них в Египте бык был национальным божеством. Как сейчас в Индии корова. Она залезет в открытый ларек, где торгует человек капустой. Он плачет, а отогнать ее не может. Ударить не может. Над аэродромом самолет, на борту которого 700 человек, и не может сесть, потому что коровы прорвались на аэродром. Тогда додумался один из служителей из обслуги аэродрома. Он срочно выехал в зоопарк, записал рев львов. Включили магнитофон, и коровы тогда убежали. Такое состояние у людей. А евреи, выйдя оттуда, так и думали, что это... Бог... Это бык. Сделали изображение вала, едущего траву. И поэтому Бог их ограничил в их меню. Нельзя, нельзя, нельзя. Шашлычка-то охота, манты охота сделать. А из чего? Второзаконие 14.7. Только сих не ешьте из жующих жвачку и не имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом. Верблюда, зайца, тушканчика. Потому что, хотя они жьют жвачку, но копыта у них не раздвоены. Нечисты они для вас. Евреи начали резать этого Бога, быка, Аписа, и увидели, что никакой это не Бог. Тогда начали приносить этих животных в жертву. Человек поверил, что в этом спасение. Животное умирает за меня. Кто не слышал выражения козел отпущения? Левитам 16.8.10. И бросит Аарон об обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа. И принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение, отослать его в пустыню для отпущения. И чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. Возложил на него священник руки отправить в пустыню. Бог такой сложный ритуал дал, чтобы человек вспомнил свои грехи, что он повинен смерти. Израиль же стал понимать буквально. И они резали животных сотнями тысяч. Второе про Липоменон 7.5. И принес царь Соломон в жертву 22 тысячи валов и 120 тысяч овес. Так осветили дом Божий. Царь и весь народ. Это на каком мясокомбинате могли бы сразу такое количество скота опроводить? Ведь это не на сто дней. Но за два-три дня слабонервному там делать было нечего. Слабохарактерному человеку не выдержать этого зрелища. Там стоял рев. Как на мясокомбинате. Священники ходили по щиколотку в крови. Резали и резали животных. Там стоял смрад. Горело мясо. Его сжечь надо было на кострах. А потом вода все это смывала и уносила на поля. Второе. Ездры. 1.6. Заколите по уставу пасхального агнца и приготовьте жертвы для братьев ваших и совершите пасху по заповеди Господней. В этом тоже был смысл. Все напоминало о грехах человека. За этот грех приносится жертва. Он прощает все беззакония твои. Вся Библия направлена к тому, чтобы человека привести в сознание греха. Вот это главное, чего нет в православии. Осознание смертоносности греха. Понятие о заместительной жертве за каждого. Понятие у православных такое, что когда человек приходит, то ему уже знающие подсказывают, что и как начинать в деле спасения. Ты сходи на исповедь. Сын запился, а мать ему внушает. Ты бы, сынок, сходил на исповедь батюшке. На исповедь он сходит, а батюшка его помажет, покадит его, как-то подремонтирует, и он станет живой. Это абсолютно ложное понятие, ибо человек мертвый. Его бесполезно ремонтировать. Можно накрасить ему щечки. Можете продувание сделать ему. Что угодно, уколы ставить, но он мертвец. Мертвому при парке не помогут. Ефесянам 5.14 Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Луки 15.24 Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Сын мой был мертв. Не спящий, но мертв. Не просто он там маленько заплешивил, а коростовел. Не просто чесоточная овечка стала, но она мертвая. Поэтому весь мир скотомогильник, дохлая скотина. И Бог, приближая человека к себе, с любовью зовет его. Матфея 11.28 Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Речь идет только о прощении грехов. Человек настолько противное, богопротивное создание во Вселенной, восставшее против Творца, даровавшего такой прекрасный мир, что Бог отверг его. Он не до конца прогневался. Грех – это разделитель, стена между Богом и человеком. И когда сегодня православные спрашивают, как мне спастись, то советуют съездить в Почаево, в Дивейский монастырь, пешком сходить в Иерусалим, поклониться святыням. Но хоть куда мертвеца таскай, он мертвец. И нельзя добиться от попов, чтобы правду сказали, что Бог послал на землю единородного Сына Своего. В Библии 77 книг. В каждой книге много глав. В Псалтире 150 глав. В 118-м Псалме 176 стихов, а бывает всего два стиха, как в Псалме 116-м. И все, абсолютно все места Писания сводятся в одно. Евангелие от Иоанна, 3-я глава, 16-й стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы что-то суетимся, бегаем. Все на биологическом уровне. Об идее, удовольствиях, заботах. Все это жизнь скотины. Псалом 72, 22, 16-17. «Тогда я был невежда и неразумел, как скот был я пред тобою. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Пока ты не приближаешься к Богу, ты ничего не понимаешь о своей собственной жизни, о ее участии в вечности. Растолковывая это место, святые отцы показывают, что смысл заключается в осознании греха. Грех. И Сын Божий, Агнец, Он ягненок, названный так по Писанию. Евангелие от Иоанна, 1, 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. С неба сошел Сын Божий и воплотился через Деву Марию, принял плоть и после этого берет грехи мира на себя. Верую познается это. Грех незримый тяготел над миром. Он взял на себя и кровью свою омыл грехи». Псалмопевец Давид говорит, «Он прощает все беззакония твои». В прообразах не может прощаться. Люди защищались от неименуемой расплаты за грехи, приносили жертву в ожидании Мессии. Когда пришел Мессия, люди, которые приносили жертву, в нем увидели Агнца. Они увидели того вола, которого врезали. Они увидели в нем рыжую телису, теленок заколот. «Приходите, ешьте и пейте». Господь говорит в Луке 10, 24. «И высказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Какие вы счастливы, что слышите Святое Слово Евангелия. И для этого мы приходим, собираемся в Дом Божий или еще где-то. Вот и сегодня мы собрались. Благословляем те дни, которые прошли. Смотрим на себя и говорим. Руки сии, да будут благословенные. Они не воровали, они трудились для тебя на поле, Господи. Продли этот труд, если тебе это угодно. А завтра весь день будет посвящен имени Господню. Ноги, да будут они благословенны, потому что путь злых людей направлен на воровство, на убийство. Они спешат на кровопролитие. Так написано в псалмах. А если ты шел на помощь ближнему, для того, чтобы помолиться, благословенности и ноги. Благословен язык, если мы говорим доброе. Не судим ближнего, если не пустословим воскресный день. Псалом 58, 13, 14. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадую святым днем Господним, чествующим, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоту земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца твоего. Уста Господни изрекли это. И когда мы говорим, Он прощает все беззакония твои, то исполняется это тогда, когда мы принимаем Христа и идем в свет Его. Аминь. 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 Аминь.